Следующий вопрос. Можно ли отбирать вино или спиртное у Зиммия? Зиммия это неверующий, юдий или христианин, который живет на территории мусульман за то, что он выплачивает джизью, то есть ежегодный подушный налог. Говорит, Мангасаба аля Зиммия хамран лазима у раддуга, анда аксари ахли ладьм. Большинство ученых считает, что если человек незаконно отобрал у Зиммия хамр, то есть что-либо спиртное, как вино и тому подобное, то он обязан это вернуть. Говорит, они утверждаются на их религии, то есть они считают в своей религии, что им разрешено пить спиртное. И если они живут на мусульманской земле и выплачивают джизью, то им позволяется это, если они не делают это явно, если они не продают это спиртное и не пьют его явно среди людей. Теперь другой вопрос. Значит, большинство ученых считает, и это более правильное мнение, что нельзя, во-первых, отбирать спиртное у Зиммия, и во-вторых, если человек отобрал все-таки спиртное у Зиммия, то он должен что сделать? Должен его вернуть. Если же он отобрал и вылил его или разбил его, в общем говоря, уничтожил это вино, тогда он должен возмещать ущерб или нет? Говорит, первое мнение в этом вопросе, мнение Мама Ахмада Атажа Ашафии, то что если человек, отобравший это спиртное, разбил его или уничтожил его, то он не должен его возмещать этому Зиммию. Ни подобие, ни цену. Потому что в этом случае уже получится, что мусульманин покупает как будто бы это вино. То есть я отдаю тебе, допустим, иду на базар, покупаю что? Бутылку вина, я отдаю этому Зиммию. Не тебе, естественно, Зиммию. Отдаю, допустим. Получается, что я купил это вино. Или если я его не покупаю, но отдаю ему деньги за это вино. Говорю, на, сам купишь. Так это тоже, как будто бы я это вино выкупил. Правильно или нет? А вино нельзя покупать и нельзя продавать. Видишь, пророк, саллаллаху алисалям, запретил это. А также потому, что то, чем запрещено пользоваться, нельзя, что или лам яджип не является обязательным из-за него возмещать. А также потому, что Зиммии, на них распространяется ответвление шариата. Но им разрешается пить спиртное только из-за того, что они являются Зиммиями, и на этом строится их договор. И второе мнение в этом вопросе, это Мазаб, имама Малика, а также Абу Ханифы. То, что если отобравший погубил это вино, вылил и тому подобное, то он обязан за него возместить ущерб этому Зиммию. Потому что, говорит, если Зимма, то есть вот этот вот договор между нами и между ими, говорит, защищает их имущество, то необходимо что сделать? Возмещать за него ущерб. Так же, как нафсуль Адами. Так же, как возмещается ущерб за душу человека. То есть, если кто-то будет убит, необходимо возмещать за это ущерб. И известно, что шария защищает спиртное Зиммиев, то есть, не разрешает нам переходить границы относительно него. Видишь, Идалиль говорит на это какой? Потому что мусульманину запрещается губить это вино. Соответственно, если он его погубил, то он должен что сделать? Возместить за него. А так же, потому что спиртное является одним из видов имущества Зиммиев, то есть, иудеев и христиан, которые они включают в свое имущество. Но на это было отвечено чем? То, что мы не соглашаемся с тем, что шария защищает это спиртное. Значит, приведутся первое мнение, а это имам Ахмад Атаджи Ашафи, что делают? Отвечают на аргументацию второго мнения, на мнение имама Малика Атаджи Абуханиха. Говорят, нет, мы не соглашаемся с тем, что шария защищает вино. Потому что даже если эти Зиммии его выявят, то есть, будут его явно распивать или продавать, то является обязательным уничтожить это их вино. То есть, им это разрешено только скрыто, в своих домах и тому подобное, чтобы этого никто не видел. Так же, чтобы никто не видел в пьяном виде этого Зиммия, то есть, неверующего христианина или иудея на улицах. А также, говорит, даже если мы согласимся с тем, что действительно шариат запрещает это спиртное и защищает его, запрещает нам протягивать руку к этому спиртному и разбивать его, и защищает это спиртное, Это еще не означает, что шариат обязывает тебя возмещать ущерб. Потому что, говорит, например, женщины военных неверующих, а также их дети защищены шариатом. В том смысле, что шариат запрещает убивать женщин и детей во время войны. Но если они все же будут убиты, то из-за них шариат не приказывает возмещать дию, то есть, выкуп, выплачивать, не приказывает. А что касается их аргументации о том, что вино является одним из видов имущества иудеев и христиан, то это, говорит, аргументация также является неправильной. И на ее неправильность указывает, что если у христианина иудея, у землия, есть раб, и этот раб был мусульманином, а затем стал неверующим, вышел из ислама, вероступником стал, то правитель его казнит, даже если он является чем? Имуществом этого христианина или иудея. Понятно, у иудеи есть, допустим, раб мусульманин. Во-первых, его необходимо освободить. Его, допустим, никто не освободил на практике. И он, этот раб мусульманин, стал вероступником. Тот, который поменял религию, казните его. Правильно или нет? Пришел правитель, вынес постановление о том, что его необходимо казнить, его казнили. Можно его казнить, несмотря на то, что это один из видов имущества этого иудея и христианина. Можно. Из-за него ничего не возмещается, этому иудею и христианину. Понятно? Говорит то же самое здесь. Даже если мы скажем, что спиртное является чем? Если человек является имуществом иудеи и христиан, то если оно было разбито отобравшим или вылитой и так далее, то в данном случае он не несет за это ответственности. В том смысле, что не должен возмещать ущерба. Танбих говорит нам. Говорит, но более правильное мнение в этом вопросе то, что человек не возмещает ущерб за это разбитое спиртное или за вылитое это спиртное. Здесь опять необходимо указать на то, что судья имеет право и даже необходимо наказать этого мусульманина, чтобы он не делал такого, что отбирает имущество иудеев и христиан, в том числе их вино и тому подобное. Почему? Потому что это портит слух о мусульманах. То есть потом люди будут говорить, что мусульмане так поступают, поступают несправедливо и тому подобное. Поэтому, хоть этот мусульманин и не возмещают ущерба этому иудею христианину, но судья должен его, этого мусульмана, наказать, чтобы он такого не делал. Говорит Танбих примечание. Примечание. Если, говорит, у мусульманина будет отобрано вино, то есть уже не у иудею христианина, а у мусульманина, то человек не имеет права возвращать его мусульманину. Потому что мусульманин не имеет права владеть вином или пить его или продавать его и тому подобное. Поэтому это вино необходимо вылить и уничтожить. Далее следующий вопрос. Продолжение следует.